Привет, любимые! Это Фотограмма. Программа о технологиях, которые применяются в России и уже сейчас круто меняют нашу жизнь. Я Денис Косяков, а разбираться в том, какие инновации ведут нас в будущее, мне помогает Андрей, наш техно-испытатель. А что происходит? Происходит будущее, Денис. И сегодня мы с тобой заглянем в самую его ткань. Давай разберемся с материалами, которые уже завтра станут частью нашей повседневной жизни. Стой, стой, стой. Ты уверен? А что такого? Андрей вооружился ножом, но исключительно из научного любопытства. Прям ножом по сердцу это называется. Чем закончится разрушительный эксперимент в прославленной Бауманке? Наноловушка для воздуха. Аэрогель и шоколад против спиртовой горелки. Отличники по химии, но никакого допинга. Знаменитый графен в деле. Крыло для лайнера. Из чего будут сделаны самолеты будущего? Проверяем на прочность Андрея и карбоновую пластины. Модная вещь, Денис. Но, к сожалению, как и любая мода, недолговечная. Хотя, неужели все действительно так грустно? Ну, ничего себе. Если ты думаешь, что такие фокусы возможны только в кино, Денис, то ты ошибаешься. Пойдем. Инжиниринговый центр при Бауманском университете. В кипящих колбах здесь пробуют отыскать идеальную формулу, идеального материала. Полина Пономарева работает над созданием полиуретана, который не боится повреждений. Если что, способен сам себя починить. Я готов вооружиться каким-то инструментом и попортить вам один из образцов. Можете не стесняться. Прям ножом по сердцу это называется. Отличный разрез. Я так хорошо постарался. У нас есть поврежденный образец. Как мы будем теперь восстанавливать его? Вот. Нам нужно его теперь погреть. Руками? Нет, это слишком мало. Фен нагревает образец до 130 градусов. Этого хватает, чтобы разрезанные части стали обратно сшиваться на молекулярном уровне. В основе процесса так называемая реакция Дильса Альдера. За ее открытие в свое время даже Нобелевку дали. Соответственно, трещины заполняются. И затем будет происходить обратная реакция, прямая, и все обратно сошьется. Но для лучшего протекания самовосстановления лучше поместить его в печку и оставить на пару суток. При какой температуре? То же самое, 130 градусов, да. Ну что, поставим в печку, и через 2 суток мы приедем и посмотрим, что у нас получилось. По замыслу разработчиков, в обычной жизни этому суперматериалу печь будет уже не нужна. Лечение будет происходить само собой. На солнце, например. Как тебе такое дело, Денис? Представь себе мир, где можно будет не бояться поцарапать машину или уронить телефон. Вещи, в прямом смысле слова, перестанут портиться и стареть. Вот как ты тогда будешь отличать БУ-товар от нового? Телефон, кстати, твой. Ты знаешь, сколько он стоит? Да ладно, не царапим. А как это возможно вообще? А, да это ж фейк. Ты разбил какую-то другую мобилу, да? Хоть прикалываться. Расскажи лучше, как там лабораторный образец, который ты испортил. Прошло у нас два дня, да, Полин? Да, соответственно, наша пленочка залечила. Никто ничего не вытаскивал без нашего... Ничего не трогали. Печка у нас уже остывает, поэтому можно достать наш образец. На первый взгляд, это замечательно. А мы сейчас повнимательнее посмотрим на все, на это дело. Один из самых глубоких порезов, который был насквозь, но при этом он самозалечился. То есть, если мы его растягиваем, у нас не разрывается пленка, ни самого разреза. А не подменили ли вы этот образец за эти два дня? Нет. Тот самый, ничего не трогали. Визуально все отлично, но что на структурном уровне? Полина предлагает устроить образцу суперпроверку на компьютерном томографе. То есть, КТ то самое? Да, то самое КТ. То есть, можно прям послойно исследовать, но только именно наш материал. Помню, что у нас происходило надрезы вот в этой вот зоне, и, соответственно, из нее мы сейчас вырежем образец. Так-то, в общем, структура выглядит вполне однородной. Естественно, того разреза, который был совершен, его не наблюдается. То есть, это стопроцентное полное восстановление? Да. Полиуретан используется очень широко. Подошва для обуви, протезы, имплантаты, всевозможные втулки в механизмах автомобилей, станков. Все это теперь может стать буквально вечным. Простейший пример – это колеса скейтборда. То есть, наехал человек на стекло. Порезал с него колесо. Порезал. Прошло пару недель, даже пару дней. Да, если определенные условия, которые нужны, необходимы для восстановления. Допустим, вот для нашего образца это нагрев для определенных ситуаций. Ну, то есть, надо в баню сходить со скейтами. Да, почему бы и нет. Так, хранить при температуре до плюс 18 градусов. То, что надо. Ты, конечно, об этом никогда не думал, Денис, но воздух, которым мы дышим, это тоже на самом деле суперматериал. Нужно уметь только правильно его приготовить. А именно, поймать в хитрую нано-ловушку. Получится аэрогель. Его добывают, в частности, здесь, в лабораториях химико-технологического университета. Ну, а для того, чтобы оценить суперсвойства аэрогеля, нам понадобится вот это. Просто сюда, да? Давайте так, Артем. На раз, два, три вы поджигаете, а я запускаю секундомер. Раз, два и три. Мы будем фиксировать точку начала плавления, да, шоколадки? Да, мы будем фиксировать точку, когда шоколад начнет как-то хотя бы изменяться. Это самый первый опыт с шоколадом в лаборатории Артема Лебедева. Для начала пробуем понять, как долго десерт способен сопротивляться температуре в несколько сот градусов. О, пошел дым, обратите внимание. Да. Как бы она у нас с вами совсем не загорелась. Сама чашка Петри выдержит, не треснет. Ну, она может треснуть, но, я думаю, ничего страшного не произойдет. Смотрите, как красиво. Это случилось ровно на 2.34. Чувствую себя немножко виноватым. Ну, в принципе, она пострадала не так сильно, как чашка Петри. Ну, шоколад подгорел, я пламя. Ну, подгорел, да, почернел. Первая шоколадка комом. Начинаем эксперимент номер два. И вот тут в дело вступает тот самый аэрогель. Слушайте, ну, он вообще практически ничего не весит. Правда, что, собственно, на 99,8, по-моему, процентов он состоит из воздуха? Да, действительно, пористость этого материала достигает даже 99%. Он выглядит настолько нежным и хрупким, что даже жалко его... Жалко, да, но он обязан все выдержать. Сейчас проверим. Раз, два, три. По структуре аэрогель – это такой мелкосетчатый каркас из твердого вещества. Диоксида кремния, например. Он образует мельчайшие поры размером в нанометры. Получить их очень непросто. Исходный материал нужно суметь правильно высушить, чтобы во время испарения жидкости нано-каркас не слипся. Это заготовка. Это заготовка. Поры этого материала сейчас заполнены спиртом. И после того, как мы посушим его сверхкритически, он превратится в аэрогель. А это, я так понимаю, собственно, вот тот самый аппарат, с помощью которого вы и получаете аэрогель. Без этого аппарата невозможно получить никакой аэрогель. Это самая главная, заключительная стадия его получения. Называется она сверхкритическая сушка. Сверхкритическая? Сверхкритическая. А чем отличается от обычной сушки? Если мы возьмем какое-то яблоко, гель или все, что хотите. Желе. Желе, например, да. И попробуйте посушить его на солнышке, на воздухе, то он весь развалится, скукожится, разрушится. Поэтому нам нужно придумать что-то такое, чтобы внутренние силы, которые возникают при вот этой, при испарении влаги из пористого тела, не разрушали это тело. Эта установка позволяет поддерживать давление до 150-200 атмосфер и небольшие температуры 40-50 градусов по Цельсию. Именно при таких условиях среда, диоксид углерода или углекислогаз, который находится внутри этих аппаратов, переходит в так называемое сверхкритическое состояние. И это, собственно, и придаст вот те уникальные свойства аэрогелия? Особенно и свойства аэрогелия, его огромная пористость до 99%. Он имеет огромную внутреннюю поверхность. То есть если аэрогель, например, развернуть стеночки вот этого сложного лабиринта, то может получиться площадь размером до нескольких футбольных полей. Вот я вижу, кстати, здесь уже стала немножко деформироваться наша шоколадка. Это за счет конвекции обтекающей. На сегодня это лучший в мире теплоизолятор. Прослойка аэрогелия в скафандре толщиной всего 18 миллиметров способна защитить космонавта от экстремального космического холода до минус 130 градусов. Тут он прям чуть теплый. Хотя, вот, например, если бы это было стекло или там... Конечно, нельзя было бы прикоснуться. Ну вот 7,28. То есть получается ровно в три раза. Больше пока мы держим, чем... Да, чем держали до этого. Я останавливаю тогда, да. Можно даже сравнить. То есть тут прям вот такое черное. Да, за две с лишним минуты. Да, а вот этот три раза дольше у нас находился под горелкой и чуть-чуть вот просто... Чуть-чуть подплавился, но не сгорел. То есть можно заметить, что температура не такая высокая, как она могла бы быть без аэрогеля. Кафедры химии и технологии кристаллов Менделеевского университета. Ксения Потапова запаивает в колбу кусочек аэрогеля, но непростого. В него добавлены частицы люминофора. И вот этот люминофор вы будете в дальнейшем подсаживать в аэрогель? Да, правильно. Для свечения аэрогеля. Такой гибрид может быть не только превосходным теплоизолятором, но еще и светиться. Современные люминофоры способны аккумулировать солнечную энергию в течение дня, а потом много часов к ряду отдавать ее в виде света. Что если отделывать такими панелями дома? Смотри, Денис, возможно, вот в этой самой пробирке у меня сейчас прототип городов будущего, где все дома в течение дня накапливают солнечный свет, а потом освещают город по ночам вместо фонарных столбов. Красиво, практично, а самое главное – экологично. Представьте себе облицовку из теплоизоляции аэрогельной, которая по своей эффективности во много раз более эффективна, чем пенопласт, негорючая, неорганическая, и плюс еще ночью светится. Ну, это мечта. Профессор Игорь Аветисов и его научная команда занимаются светящимися аэрогелями. Светиться они могут по-разному. Ученые вплотную подошли к получению многоцветной гаммы. Первые образцы мы делали зеленого цвета свечения, потом перешли к голубым. Сейчас ведут эксперименты по получению аэрогели с красным цветом свечения. Таким образом мы перекроем всю палитру красное, сине-зеленое, известную как RGB, и можно создавать многоцветные картинки с помощью аэрогелей. Отсюда следующий шаг – к дисплеям принципиально нового типа и качества. Экраны телевизоров и компьютеров уже не будут прежними. Опа! Видно, что он активно впитывает в себя влагу, воздух. Он даже зашипел и запузырился. Еще одно суперсвойство аэрогеля – невероятная впитывающая способность. Это лучший абсорбент. Из-за этой способности аэрогель привлек внимание ученых-медиков. Он может спасать жизнь при сильных травмах. Денис, у нас тут прям коктейльная вечеринка. Ну, а если по-серьезному, то это на самом деле очень перспективная штука, я так понимаю, да? За основу взят хитозан и превращен в аэрогель. Да, хитозан превращен в такую очень пористую губку. Ну, соответственно, мы засыпаем и смотрим, как быстро начинают частицы аэрогеля на основе хитозана расходиться по раствору и впитывать. И это позволяет хитозану образовывать плотный кровяной сгусток. Внутри раны останавливается кровотечение. Полная остановка кровотечений происходит через 3 минуты. То есть даже если очень серьезное повреждение артерии или вены, эта штука способна остановить кровотечение? Да, да. Потенциал у аэрогеля фантастический. Медицина, строительство, космос, микроэлектроника. Везде, конечно, своя кухня, но феноменальные свойства этого материала пригодятся всем. Ну что, Денис, вот такой вот у нас получился не то кулинарный, не то научно-технический поединок. Каковы потери? Минус одна чашка Петри и минус две шоколадки. Но есть и плюсы. Осталась третия. Что вы с ней теперь делаете, Денис? Отдам тебе. Говорят, для мозга полезно. Да фигня. Аэрогели относятся к классу мизопористых материалов, которых полости занимают не менее 50%, а, как правило, 95-99% объема. По структуре аэрогели представляют собой древовидную сеть из объединенных кластеров и наночастиц размерами 2-5 нанометров и пор размерами до 100 нанометров. Так, хватит сладкого. Кофельная плитка Это простая технология, которая позволяет тебе с высоким КПД делать теплые полы, стены. Максим Рыбин показывает чудесные свойства краски, которую он нанес наизнанку кафельной плитки. С виду вполне обычная. Берешь кисточку и красишь. Но есть нюанс. Эта краска пропускает ток, как электрический провод. Новое черное золото. Как нефть. Ложится прекрасно вообще. Одно удовольствие писать такой краской. По-хорошему мы можем даже подключить вот сюда электрод, сюда электрод, и у нас будет гореть лампочка. Просто свет разума. В составе этой краски фантастический материал. За его открытие в 2010-м дали Нобелевскую премию. Графен. Это обычная полимерная пленка, на ней есть графен. Но ничего не видно. По идее графен, он как графит, он черным должен быть. Да. А пленка абсолютно прозрачная. Но графен это один слой графита. Соответственно, толщина всего лишь в один атом. В чистом виде графен это вот эта вот чуть фиолетовая такая пленка. Его толщина меньше одного нанометра, толщина один атом. Диаметр атома это примерно одна десятая нанометра. То есть одна десятая нанометра это в 10 миллионов раз меньше миллиметра. Графен самый тонкий из всех природных материалов. И при этом обладает супер свойствами. Его электро- и теплопроводность выше, чем у меди. Он прозрачен для света и вместе с тем непроницаем для жидкостей и газов, кроме водорода. Графен стабилен, его не может разрушить даже кислота. Графен обладает тем свойством, что он может использоваться для фотодетекторов террогерцового диапазона. Можно посмотреть, что у человека находится под одеждой, например. Но больше всего графен востребован сегодня в мире электроники. Может работать, например, как микрочип. Инженеры уже делают на основе графена детекторы, способные видеть вещи насквозь. Как рентген, но только абсолютно безвредный. Технологии очень быстро развиваются. Так как вы знаете, виртуальная реальность, дополненная реальность, вождение без водителя. Все это требует связи разных приборов с высокой производительностью передачи данных. Приборы показывают, графен значительно быстрее обрабатывает сигналы, чем существующие чипы на кремниевой основе. У него невероятно высокая подвижность электронов, в сотни раз выше, чем у кремния. Не значит ли это, что нынешняя эпоха кремниевой электроники подходит к концу? Нам нужно создавать новые сети, которые передают гораздо больший объем информации. Графен сегодня рассматривают как один из самых вероятных элементов, на котором будет строиться новый посткремниевый мир. Судя по цвету, эти перчатки тоже содержат в себе графен. Ты, небось, так и подумал, да, Денис? Нет, на самом деле, просто обычные перчатки. Ну вот, в общем-то, графен вы бы добавили в смазку, и она стала какой-то волшебной. Ну, не только графен, да, то есть там много компонентов. У меня вопрос, Владимир. Чем отличается ваше изобретение от классической графитной смазки? Меньше частица, и она гораздо лучше в структуру металла на цепи. Графен лучше работает, чем графит, из-за того, что она более... Адгезия у него больше, да? Больше, да, адгезия к металлу. Адгезия, то есть способность прилипать? Да. Сейчас вот как раз грязь, песок, снег. Как раз можно будет посмотреть на реальную работу смазки в боевых, можно сказать, условиях, да, сейчас оценить? Ну, я могу сказать, что обычная трансмиссия сейчас залепится за пять минут. Давай проверим, как твоя работа. Владимир постоянно совершенствует формулу своей графеновой смазки и тестирует на друзьях велосипедистов. Фу, отличный тренд. У меня обычная цепь проскакивает, все-таки трансмиссия издушная, а сегодня прям, блин, нет нареканий никаких. Эта смазка, она предназначена в интервале до минус пяти градусов. Грязи много собрала? Нет, нет, вообще чистая. Ну, цепь чистая, все отлично. Можем показать. Смотри. Вообще. Красота. Супер. Ни соринки, ни пылинки. Ну, катание зимой на велосипеде, это, конечно же, особенное удовольствие, Денис. А вообще графен сегодня добавляют не только в велосипедные смазки. Ну, например, производители автомобильных масел тоже используют его в своей продукции. И, похоже, это какой-то просто новый тренд. Андрей, может, это и новый тренд, но про графен я слышу уже довольно давно. И все-таки пока этот материал еще достаточно дорог для широкого применения. То ли дело старые добрые дерево, камень, стекло, бетон, металл, в конце концов. Элемент крыла современного лайнера. И это не хэви-металл, не тяжелый металл, а композит. Он в 2-3 раза прочнее стали, при этом легче ее раз в 5, а то и в 6. Алексей, ну вот, собственно, у нас образцы тех элементов, которые используются в крыле для МС-21. Здесь основные детали, сделанные из углепластика. Это верхняя панель целиковая, нижняя панель и лонжероны. То есть лонжерон, я так понимаю, это вот как раз... Да, это вот эта вот штука. Вот это швеллер. Да, это силовая часть, которая идет вдоль всего крыла. Лаборатория Алексея Кепмана разрабатывает композит для крыла нового российского лайнера МС-21. После санкций, с которыми столкнулся производитель, западные поставщики технологий отошли в сторону. На их место пришли отечественные спецы. Предложили сделать лайнеру суперкрылья из композита. Михаил, сейчас у меня в руках образец того композита, из которого сделано крыло для самолета МС-21. Вот вы утверждаете, что этот композит суперпрочный. Да. Как это можно проверить? Образец будет зажат сверху и снизу в области накладок. Далее разрывная машина будет потихоньку его начинать растягивать. С помощью датчиков мы узнаем, какая в данный момент на образец действует сила. Слушайте, так он мало того, что прочный, он еще и очень музыкальный материал. Пытаюсь понять, какая это нота. Это, по-моему, что-то типа фа или соль. Собрались тут гитаристы. Денис, помнится, ты говорил мне, что я слишком много болтаю. Я по-прежнему с тобой не согласен, но сейчас, кажется, пришел праздник на твою улицу. Я умолкаю. Говорят, композит очень красиво звучит, когда над ним ставят подобные эксперименты. Вот сейчас мы и послушаем. Ростислав, прошу начать эксперимент. Звучал красиво, действительно. И разрушился красиво? Нет, все. Без вариантов. Вот он у нас на 2,70 где-то, да, он у нас лопнул. Это крутой показатель. Это очень крутой показатель. Вот если сравнить, скажем, с титаном. Данный образец композита, он более жесткий, чем титановый образец, и более прочный. Она очень прочная именно на разрыв. Но при этом она хрупкая на излом. То есть, если мы, например, завяжем узелочек и потянем, она легко порвется. Итак, у нас из этой нити получилось вот такое вот волокно. Да. Получаем на ткацком станке, обычном, просто вставляет сюда углеродная нитка, делает углеродную ткань. Эрд Негоряев показывает, как просто по своей сути делается композитная деталь. Ткань из углеродной нити выкладывают в нужную форму и пропитывают эпоксидной смолой. Но есть тонкость. Делать это нужно в специальном герметичном пакете, из которого откачивается воздух. Чем лучше будет вакуум, тем лучше получится пластина. Компрессор создает в пакете вакуум, и только потом подается смола. Как подсолнечное масло, в общем-то. Она довольно-таки жидкая. Да, да, да. При большом отрицательном давлении смола пропитывает ткань без малейших пузырьков воздуха. После высыхания это будет монолит. Ну, поехали. Ну вот, я открываю, и у нас связующая побежала. Слушайте, а красиво идет, прям ровненько. Именно по такой технологии вакуумной инфузии и делают крылья для нового российского самолета. Отличие российского крыла в том, что именно она изготовлена по технологии вакуумной инфузии. Все аналогичные детали зарубежные, именно силовые, делаются из припрыговой технологии. А это как раз один из тех случаев, когда западные партнеры идут по стопам российской разработки. Будущее будет сделано из углепластика, такое впечатление. Будем надеяться, мы, по крайней мере, над этим работаем. А я вот тоже кое-что сделал из композита. И не хуже ваших самолетов. Да, видимо, я еще не настолько разбираюсь в этом. Композиты, пористый полимер, аэрогель и, конечно, графен. Просто космические материалы. Да, друзья. Кто ли еще ждет нас в будущем? С вами была Фотограмма и я, Денис Косяков. Увидимся в следующем выпуске. Пока, любимые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok